В России в почтовое обращение выпустили 4 новые марки. Они являются последними в серии стадионы, посвященной чемпионату мира по футболу и выпускаемой с 2015 года. На них изображены арены Калининграда, Нижнего Новгорода, Санкт-Петербурга и Саранска. Всего за два года выпустили 12 марок. Общим тиражом более 4,5 миллионов экземпляров. А в ближайшие месяцы выпустят буклет, где будут собраны все варианты. Ну а мы представляем уже сейчас новый выпуск программы «Самара в игре». С вами Андрей Горгуленко. Смотрите в этом выпуске. Еще немного, еще чуть-чуть. На стадионе «Самара-Арена» установили последний, самый важный элемент купола. Все идет по плану. Эксклюзивный репортаж из Волгограда. Переполох в городе. Самарские медики продолжают подготовку к Мундиалю. Одним напоминанием большее. В парке «Гагарин» открылся арт-объект, посвященный мировому первенству. Золотая сквадра «Адзура» – детали третьего чемпионата мира по футболу. Такого нет ни у одного стадиона в стране. Крыша «Самара-Арена» является уникальной и состоит из 32 блоков. А как устанавливали заключительный элемент, вспомним вместе в рубрике «Самара мы сделали». Окончание большого этапа идет установка последнего блока купола. Всего на крыше стадиона установили 96 таких блоков. Строительство вступает в новую фазу. Последние 66 тонн полушутя приговаривают строители, устанавливая заключительный блок. Словно огромную мозаику, купол сложили из 32 металлических многокомпонентных консолей. И хоть вес каждой сотни тонн, работа эта ювелирная. Объем всей крыши – как 10 футбольных полей. Стадион сам по себе очень такой объемный и является сооружением уникальным. В частности, наша крыша, которая на этом стадионе, она выполнена из больших диаметров труб, требует больших усилий по сварке, определенных технологических переделов. Впереди новый этап – раскружаливание. Весь август строители будут убирать временные опоры, а не желтого цвета, и вводить в эксплуатацию уже построенные элементы. Купол будет держать себя сам. Работа кипит во всех уголках стадиона. Продолжается покраска металлоконструкции и нанесение антикоразийного покрытия. Внутри арены ведутся отделочные работы. Укладывают плитку, штукатурят стены. Рабочие прокладывают коммуникации, устанавливают систему отопления, электроснабжения и вентиляции. Почти завершен монтаж внутренних и наружных литражей, установлена большая часть дверей. На стройке трудится больше двух тысяч человек. Многие уже строили крупные спортивные объекты в других городах. Признаются, стадион в Самаре уникальный. Он может использоваться не только как спортивный стадион, но и как выставочный центр. Здесь возможно проведение спортивных мероприятий по совершенно различным другим видам спорта. То есть его основное отличие – это универсальность. Территорию вокруг стадиона тоже приводят в порядок. Расчищают от строительного мусора, выравнивают поверхность, у входов уложили асфальт. Также к сентябрю планируется подготовить поле для устройства газона. Конец августа приятно радует самарцев установившейся жаркой погодой. Прямо как в южных городах России, где, кстати, тоже пройдут матчи чемпионата мира по футболу. Например, в Волгограде сейчас строительство стадиона идет по графику и соблюдением всех санитарных норм. Это подтвердила особая комиссия. Репортаж из города-героя смотрите в нашей эксклюзивной рубрике «География ЧМ-18». Значит, на сегодняшний момент мы еще поступили, если видите, к барьерному заграждению на стадионе. Здесь мы как раз начинаем двигаться параллельно, только по той причине, что велись работы на верхней части монтаж вантовых систем. Мы не выпускали работников на гребенках и дом для того, чтобы не было у нас падения ключей, болтов и гаек. Там уже часть закончена, и как раз правая часть – сектор Д. Четыре сектора на стадионе А, Б, Ц, Д. За яркой картинкой строгих архитектурных конструкций и ожиданием зрелищного праздника стоит точная и кропотливая работа, связанная с обеспечением безопасности как самого стадиона, так и всех сервисных объектов, пешеходных и транспортных маршрутов. Такого рода строительства всегда сам процесс строительства и дальнейшая эксплуатация таких зданий связан с целым рядом санитарных и физиологических рисков. Одновременно нахождение в одном помещении, в одном месте большого количества людей, а здесь 45 тысяч только болельщиков, которые находятся здесь не меньше трех часов, которые питаются здесь. Все это требует серьезного внимания, что, собственно, мы и делаем. Как известно, обеспечение безопасности во время мероприятий мирового уровня – это не только традиционная работа с болельщиками. Прохождение через металлоискатели, досмотр и отсутствие алкоголя, соблюдение правил поведения на трибунах. Безопасность включает и такие нормы, как наличие систем вентиляции и проветривания на стадионе, доступность пунктов питания и источников воды, наличие санитарных пунктов и мест гиены, удобный доступ к транспорту. Става уже на 7% выходит. Сегодня на 45-тысячном стадионе началась установка мест для зрителей, которые также отвечают всем требованиям безопасности. На стройке уже завершены основные монолитные работы – устройство складок трибун, монтаж фасадной конструкции. Продолжается возведение входных групп и обходной пешеходной эстакады. Монтируются инженерные коммуникации. Полным ходом идет отделка внутренних подтрибунных помещений. Все строительно-монтажные работы закончатся в декабре этого года. Все наши требования здесь исполняются. Это уже очень хороший прогностический признак. Чтобы минимизировать все риски и вообще их исключить для людей, которые будут приходить на этот стадион и в период чемпионата мира по футболу, и потом еще в долгие-долгие годы. В программу создания надежной системы безопасности входит и подготовка медицинских учреждений города. И это связано не только с травмами спортсменов или акклиматизацией гостей из разных концов света. Высокий риск распространения инфекционных заболеваний в теплое время года в местах большого скопления людей необходимо также минимизировать. Поэтому представители Роспотребнадзора посетили с инспекцией и детскую клиническую инфекционную больницу, которая стала основной для оказания помощи инфекционного профиля. В медучреждении на 235 коек есть отделение интенсивной терапии с современной ингаляционной и дыхательной аппаратурой, препаратами для детоксикации. Здесь уже идет замена старого оборудования и скоро начнется капитальный ремонт электросети и рентген-кабинета. Мы планово получаем средства для продолжения ремонта, мы планово получаем финансирование на медицинское оборудование, мы готовим персонал. Словом, чемпионат не просто грандиозное спортивное событие и долгожданный праздник для болельщиков и национальных футбольных команд, это огромная кропотливая работа по созданию безопасности для каждого присутствующего в месте проведения матчей Мондиаля. Неспокойное утро в Самаре. По центру города промчалась колонна машин скорой помощи. Но причин для паники нет. Выяснилось, так проходят тренировки врачей больницы Пирогова к чемпионату мира. Самарские медики должны быть готовы к любым ЧП, а потому обязательные тренировки начали уже за год до Мондиаля. Вой сирены на улице Полевая заставил оглянуться всех прохожих. По дороге одна за другой проехали 8 машин скорой помощи и свернули в больницу Пирогова. В городе все спокойно. Так медики тренируются к чемпионату мира по футболу. Легенда – массовое поступление пациентов. Самое главное – это сегодня мы должны отработать движение скорой помощи по маршруту, который мы утвердили со скорой помощи, по территории, непосредственно по территории больницы. Это логистика маршрутизации пациента. В больнице несколько отделений. Куда именно поедет машина скорой, решает медработник на КПП. Пожалуйста, приемное отделение. Работать нужно быстро, чтобы не создавать заторов. Скорая подъезжает, пациентов уносит на носилках, тут же прибывает следующая машина. Всего в учениях задействовано около 100 человек. При этом работа станции скорой помощи не прерывается. Город живет своей жизнью, учениями, люди болеют все равно, несмотря на учения. Поэтому основная масса сейчас, конечно, обслуживает вызовы. А будут привлечены технические автомобили с персоналом, водительским, естественно, со старшими фельдшерами под станцией. Только на июль в больнице запланировано еще 35 тренировок. Они будут проходить даже ночью, чтобы врачи были готовы к любым ситуациям. А тем временем до Чемпионата мира остается меньше 300 дней. А в городе появился еще один арт-объект, который напоминает о приближающемся Мундиале. Каковы его размеры и что он собой представляет, узнаем в рубрике «Добро пожаловать». Полтора метра в высоту и почти 17 метров в длину у входа в парк имени Гагарин установили буквенную инсталляцию «Самара-2018». Этот символ напоминает горожанам, что до грандиозного футбольного события осталось уже меньше года. За оставшееся время мы должны город привести в порядок. Я думаю, буквально за следующие несколько месяцев город преобразится уже в окончательном виде. Мы его увидим во всей красе. И задача администрации города и жителей города постараться с достоинством третий чемпионат. Любители футбола на открытии смогли выиграть призы, проявляя свои игровые таланты и техническое мастерство. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 и символически 18 раз. Также болельщики соревновались в футбольных знаниях. Больше всех правильных ответов об истории игры знал, конечно же, ветеран клуба крылья советов Валериан Панфилов. Часы идут, дни бегут, а годы летят. Вот здесь у меня уже очень много лет пролетело, но хочется, чтобы как можно быстрее наступил вот этот июнь 2018 года. На стадионе Самара-Арена в июне-июле следующего года пройдет шесть матчей чемпионата мира, включая третью групповую встречу сборной России, а также игры одной восьмой и четверть финала. А пока в футбольном товарищеском матче свои силы проверяли команды городской администрации и журналистов. Команда журналистов в голов забила больше, но победителям записали, конечно же, дружбу. Чемпионат мира по футболу 1938 года стал последним перед Второй мировой войной. Следующее первенство прошло только через 12 лет. И кто знает, сколько еще турниров могла выиграть сборная Италии, если бы не мировая трагедия. Золотому поколению сквадра Адзуры во главе с легендарным Джузеппе Миаци не мешали забивать даже порванные шорты. О всех казусах чемпионата мира во Франции расскажет Сергей Кизоркин в специальной рубрике «История вопроса». Говоря о турнире 1938 года, прежде всего надо отметить исторический фон, на котором он проходил. Мундиаль стал последним довоенным турниром, и события военно-политические находили отражение в событиях футбольных. Огнем гражданской войны оказалась охвачена Испания, и в результате ее заявка на участие в чемпионате мира была отклонена ФИФА. Заявилась, но потом снялась соревнования Япония, она уже вела военные действия на Дальнем Востоке, и ей было не до футбола. Прошла отбор финальную стадию Австрии, но к моменту начала игр во Франции страна под таким названием с карты Европы исчезла. В апреле 1938 года ее аннексировала нацистская Германия. Австрийская сборная на чемпионат мира так и не приехала. Ее место было предложено англичанам, но те на международные соревнования все еще смотрели свысока и приглашения отклонили. В итоге выигрыши оказались шведы при 15 участниках вместо положенных 16, именно им выпало остаться в первом туре без соперника и начать играть сразу с четверть финала. Из отказников наиболее серьезной потерей стала Аргентина, чемпион Южной Америки тех лет. Аргентинцы обиделись на то, что вопреки обычному принципу ротации, FIFA во второй раз подряд отдала чемпионат мира Европе. Они-то рассчитывали принять его в Буэнос-Айресе. Если на двух первых чемпионатах мира победу праздновали хозяева, то на третьем уже после четверть финалов стало ясно – кубок во Франции не останется. Трехцветные уступили итальянцы, вместе с которыми четверку полуфиналистов составили бразильцы, венгры и шведы. По общему мнению, наиболее достойную финалу пару на том чемпионате составили бы Италия и Бразилия. Но, как бывало не раз, встретиться им пришлось раньше. Полуфинал в Марселе запомнился не только качественным футболом, но и курьезным случаем. При счете 1-0 в пользу итальянцев они получили право на пенальти. К мячу подошел Джузеппе Миаце. И в этот момент у него лопнула резинка на шортах. Капитан скуадры Адзуры не растерялся, лев рукой он придерживал экипировку, правый установил мяч на точку и удвоил счет. Досрочный вылет французов, как и можно было ожидать, несколько снизил интерес к турниру. Тем не менее, ажиотаж вокруг финального матча Италии-Венгрии был настолько велик, что автобус с итальянцами по дороге на Олимпийский стадион в Париже застрял в толпе болельщиков и едва не опоздал к началу игры. Это не помешало подопечным Витторио Потца начать с места в карьер. Уже на шестой минуте Джина Калауси слета послал мяч в угол ворот. Венгры сразу ответили мощным ударом Пала Титкаша. События продолжали развиваться стремительно. На шестнадцатой минуте отличился Сильвия Пиола, призванный лучшим игроком турнира, а незадолго до перерыва Калауси довел счет до 3-1. На второй тайм итальянцы вышли с явным желанием прежде всего удержать преимущество, большими силами отошли в оборону. Но на семидесятой минуте все же пропустили удар Шароши. Большего венграм сделать не удалось. Сборная Витторио Потца, выиграв два чемпионата мира плюс Олимпийские игры 1936 года, по праву считается одной из самых ярких в истории футбола. А достижение ее тренера, два мировых золота подряд, так и не смог повторить никто. Не исключено, что на Франции 1938 победный марш блестящего поколения Миац и Пиолы не закончился бы. Но год спустя началась Вторая мировая война, а следующего чемпионата мира предстояло ждать 12 лет. На этом пока все. Но еще больше интересных новостей о подготовке к чемпионату мира смотрите в следующих выпусках программы «Самара в игре». Увидимся на полях ваших телеэкранов. Субтитры сделал DimaTorzok